11 часов ночи, а у меня, ну просто, божественно-королевский ужин. Полуночный, божественный ужин. И что вы думаете? Это, конечно же, курочка. И не крыло, не ножка, а половина курицы. Ну и там, конечно, умафи. Перчик там. Капусточка бруссельская. Ну вот, как я люблю. В общем, буду встречать, трапезничать. Соответственно, еще музыки нет. Из Ивана Васильевича меняет профессию. Точно. Сестричка мне положила, поухаживала за мной. Я говорю, о, так как я люблю. Хотя овощи запеченные, мне говорят, овощи мне не нужны. Овощи не хочу. Мне здесь, в общем, печеная курочка. Вы же мне сказали перейти на печеное. От хлеба отказала, перешла на печеное. В общем, пол курицы, рисик и гречка. Гречка то, что я не доела. В тиражное еще. Ну вот. Так что. А про стаканчик скромно умолчала. Ну и стаканчик домашнего вина. Захочу, могу два. Завтра, как-никак. День перед выходным. И помешает. Тем более домашняя. Так. У меня здесь банка полтора литровая. Вот я там, если я захочу, ты мне наливаешь. Да. Вот с подливочкой. Видите? Курочка просто бомба. Смотри какая. Ну зря ты капусту не хочешь попробовать. Капуста обалденная. Ну, капусту не хочу. Так. У меня хорошая новость. Меня наконец-то пригласили в школу. Я уже была, как бы сказать, вот это тесты мне давали просматривать. А теперь меня пригласили уже на собеседование. Я думаю, что скоро я буду уже изучать немецкий язык с преподавателем. Вот болгарский перец всегда, да? Свои соки, да? Такие вот. Я думаю, тебе нравится? Нормально, да? Очень вкусно. Вкуснятина. Так что ребятишки витим за это. Хорошая вида. Юрка, ну ты водку так не занюхиваешь. А вино занюхиваешь. Крепкое, что ли? Это не от того. Это как тебе идет. Ты выпиваешь сразу. Видишь, пошло у тебя чуть-чуть. Женя, Женя. Это... Попробуй. Я не буду занюхивать. Смотри. Я закусывать не буду. Я буду так. Ну, так хочешь. Там девочка написала, что мы тушенку пропустили. Хорошую. Да. Девчата, я читала, что какая-то была индюшина, да? Угу. Нежирная тушенка. Чего-то мы не побачили. Ну. А в основном я просто... Я, честно говоря, в общем, с хорошей новостью перейдем на... В общем, с позитива перейдем на негатив. Я не знаю. Самая любимая мочать. Горячая курица. М? Курица прям горячая. Мм. Кто не любит курицу печеную? Какие-то дурочки. Нормальный человек никогда не откажется от такой вкуснятины. Залезли на диете. Нормальный у человека порции. Не могут быть полкурицы. А что, помнишь, у нас в родском чай в ресторане куры-грилы-то был? Да. Там давали полкурицы. И люди все съедают. Это ж слабаки у нас. Это ж дерьмовочки. Я не пойму, почему вам покоя не дают. То, когда я уеду в Германию. Или не уеду из Германии. Что вы? Все как? Я не знаю. Ну, не все, а большинство писателей. Вот я просто удивляюсь. Ну, правильно один человек написал. Неужели нет в своей жизни? Как люди могут? Или вот это читала ты, Лариса? Там некоторые курицы пишут. Скажите, сколько этим лет? Поэтому душа людей то с блока повыпускала, я считаю, что это, наверное, зря. эти бумаги можно подкинуть? Это твоя семья. Кто они эти? Понимаете? Дети твои и внуки. Другая пришла. Мне 60. А у меня там такой вес, такой рост. Я и на санях, и на лыжах, и на кольках. Серьезно. Это же надо до такой степени атрофировать свой мозг. Это же, говорится, человек никому не нужен. Правильно я сегодня Ольгу Орлову смотрела. Правильно она сказала. Сколько они нормальных, у всех женщины. И более того, что все не очень здоровые с головой, так еще и мало того, что несчастные. Но, говорит, все, кто пишет, имеют в ресторане, так это публичный человек сделал такое заключение. Чего вы в чужую артизу глядываете? Кто сколько съел? кто сколько выпил? Не за ваших день едят. Не за ваши деньги пьют. Так что вы сидите, нервничаете. И это же, прикинь, сами не уважают людей и хотят еще что-то показать свой ну надо сказать, не совсем здравомыслящие вот эти свои высказывания, понимаете? Хотите себе. это просто ужас. Мы как посмотрели, они прямо отличаются от людей в Германии. Прямо это толпи. Мы отличаемся от людей в Германии. Потому что Моникол какие-то не такие. А что у нас две головы четыре не так одеты. Это говорится о том, что никогда не были в Европе никогда не видели вообще людей европейцев. Ну то и знаешь такое понятие то есть далеко нездоровое. так, чтобы вас не обидеть уже выбирать слова. Меньше чем-то по каналам бродит. Посмотрите. Как люди в Европе живут, какие они одеваются. Мне кажется здесь нет культа одежды. Конечно здесь культа нет одежды. А в Германии мне кажется вообще как тебе удобно это одело пошло. Да, чтобы было комфортно и все. У нас конечно что, у нас на Украине так и пока они накрасят лицо в магазин не выйдет. ну да. Пусть лучше будет пить как реально на морде накрашенная. это вот это смеешься, что это так и есть. Там тут такие как тряхнут волосами. Такая не позоришься, господи. Не стыда, не совести нету. Люди обижаются. Есть такие некоторые бабы, которые по пьянке сделаны. они несут. А построение весна скоро. А кроешься они не нужны ни мульям, ни детям, ни внукам, никому. не, ну, кажется, большинство людей хорошие. Ну, большинство людей уже не ходят с вами связаться. Там все только обсирается. Вот те двух личные. Мне нравится, в общем, прикинь, если бы они вот так у Томаса жили, они бы им глаза вот так улыбались, никогда бы в жизни не сказали, что они хотят переехать там или еще что-то. Вот так бы им улыбались, а так а за глаза бы его обсирали. Его, его семью, прикинь, такие вот мерзкие. А я все в лицо говорю. Ничего скрывать или лукавить. А вас это зовется обсуждением. А вы действительно двухличные. Так если бы еще вас кто спасает, что вас никто не знает. Вы даже свои фотографии не ставите. Потому что вы все страшные. Красивые. По сравнению со мной. А мне, конечно. То, что я с палочкой хожу, это еще мне наичем не говорит. Понятно? А получается, что вы людей инвалидом обзываете, оставляете. Понятно? Человек же не может просто так с палочкой ходить. Значит, у него что-то болит. А вы его скобляйте. Кто невоспитанный? Вы или я? Кто мерзкий? Вы или я? Подумайте. А она написала это вообще Хавайся. У меня дочка работает в клинике чи стоматология, чи по-моему в томатологии. Так там весь персонал в шоке от украинцев. она всячески, дочка ее, когда приходят украинцы посетить стоматолога, она всячески им отказывается в какой-то помощи. вот просто находит любой предлог, чтобы отказать украинцу в помощи, потому что она их ненавидит. Представляете? Другая пишет, так это же как бы клятва Гиппократа, но это же уже перебор. Как же там врачи? Она пишет, там русскоговорящие врачи, там врачиха вообще их ненавидит, они ее уже достали. Представляете? Врачиху достали пациента. так их по жизни достают. Это просто ужас, прикиньте, что пишут. А если это правда, то я считаю, очень жаль, что она оставила бы уже адрес этой клиники. посмотрели на твою дочку. Слушай, а я ведь это сто процентов правда. Нальете мне еще? Я думаю, да, сестра, я думаю, что это правда. Вы можете себе представить, то есть, если у человека, человек пришел к врачу за помощью и какая-то вот эта там шакалка сидит и всячески там, хотя врачу надо же термины, может, пришел за термином. Представляете? И какая-то сидит шакалка сцена. острая боль. Да, может, острая боль. Ну, всячески, всякое бывает. И она сидит под всяким предлогом, чтобы дать человеку там талончик или термин, понимаете? Представляете? Это просто ужас. Такую так взять ее и выкинуть ее, вышла, чтобы она не работала. Это ж ужас. Это просто и вот эта мамаша ее научает, говорит, да, правильно, молодец. Это кошмар. Слушай, ну, нет, я прочитала, мне просто ужас. Что ты говоришь, сестра? Что я хотела сказать граждане? Слава Богу, я имею лучшее образование. и вчера пошутил, что это яйца фаберже, и вот это, и вот это все яйца фаберже. Насколько вы даже не знают, как это сказать. Воспринимание, не можете воспринять шутку. Написать такое. Да вы знаете, кто это такой. Да вы бестолковая, да вы такая всякая. вот это что не свое. Вы делитесь тем, чем вы наполнены. А чем вы наполнены? Они наполнены говном. тут нужны только специалисты в Германии оставить специалистов. Мы имеем образование. Если посчитают, что мы не нужны здесь как специалисты, значит нас не оставят. Если нас оставят по другой причине, нас оставят. Если нас выбрут отсюда, скажут выбирайте, значит мы уедем. Так кто они такие, что мы предоедини отчитывались. Ты тоже. Кто они такие? Они шо? Ты с них зависишь. Кто они такие? Ну пустота. Вот пустота. Вот эта пустота, которая так просто. Я говорю, люди без лица. Даже они боятся свое лицо поставить. А если ставят какие-то чужие, кошечки ставят чужое. Вот настолько они гадкие. Они понимаешь, человеку правду никогда не скажут. Они будут говорить так улыбаться тебе в лицо, а за глаза тебя псарат. Вот так и на работе такие тебя подставят везде. С ними даже нельзя никуда идти, ни в разведку, никуда. Даже секреты рассказывают. Вот такие шакалки мужей водят у других, семьи разбивают. Это мерзкие, мерзкие люди. Раз может нормальная женщина этим хвастаться, что ее дочка не дает помощи, если это от нее зависит. Дочка, и она этим хвастается. Чему она ее научила? И она говорит, да, это правильно. Это ж просто знаешь, там взрыв мозга. Это ж ненормальность. На всю голову. А что я говорю, по пьянке сделаны несоображающие, что такое хорошо и что такое плохо. Ой, а вот это там русскоговорящий доктор. Они так достали этого доктора, что эта докторша все сказала о них, что думает. Прямо им, переселенцам. Наверное, собрала всех больных, которые переселенцы, и все сказала. Это ужас. Беженцы. Они не переселенцам сказали, а беженцам украинцам. Беженцам, да. Вы скоро уедете. Серьезно, какая разница. уеду, я не уеду. Вкутно тут загорелая. Мне капуста очень понравилась. Что? Капуста очень понравилась. Здравствуйте, я ее всю съем сегодня. кушай, надавляй. А перец я не люблю. Перец я не люблю. потом уедут люди. Не уедут люди. Какая тебе разница? Ты сиди, смотри, все, что ты еще хочешь. А она, бедненькая, переживает. Ты за внуков переживай, за детей своих переживай, которым не нужна. меня переживать не надо. Одинокие, никому не нужные. Белое мясо оставлю угостить. Гаврик. Оставлю волчоку и блестяк там. А может я тоже хочу. Она сидит бедненькая. Сопли пускает. поняла бы еще, если бы набрали. Потом я не знаю, куда комментарий пропал. А ты не читала? Комментарии есть, а потом пропадает. кутылки. Нитуб может блокировать. Как нетолерантная кошель. Нет. Там как мужчина написал. Говорит, некоторые правда ходят по каналам в ветке, только и пишут, ничем не занимаются дома. Такое впечатление, что они сидят только мониторят канал. Вот и так получается. и прикинь гадости. Самое удивительное это же не только на моем канале видят каналы украинцев, а есть такие каналы, которые ведут вообще молоденькие девочки. Они мадости пишут. Представляешь? Это бабка, которой 60 лет, она ей пишет. гадости, иди в туалет, и мой дедон. Высосно. И все хорячки. любят эти ребрышки. А петель какой вкусный. Вкусный. Пложе тебе? Нет. Так что вот не переживай, не расстраивайся. что? Куда я вещи дену? Тебе точно не отдам. Она переживает. Ну, что я жать знаю. Я ее застрахую. хочу вот посягать. Да. Я все свои вещи застрахую. В случае, если мне придется куда-то в другую страну переезжать, государство Германии будет не выплачивать. Ну, или та фирма, которая будет... В общем, я не знаю, или вы, кто. В общем, кто посягнет на мое имущество, выплатит мне потом компенсацию по страховке. Чтобы я все продумала, не переживай. Понял? Они все бедненькие переживают. Я не виновата, что у тебя шли за бошки. и только обзывают, только оскорбляют. Сколько я буду слушать этот бред. в этом я думаю, что на раз такие дела, все же надо людей блокировать. Зачем мне надо? я хочу видеть на своем канале людей счастливых. Чтобы люди были счастливые, чтобы люди улыбались, чтобы люди в конце концов радовались чему-то. А если ты приходишь не на тело, то наших не надо. Тем более тебя как сквозла молока. Так. Ты придешь здесь меня понасираешь и людям так прикинь еще если кто-то кому-то отвечает как шакалки между собой ругаются в детках. Ужас. Такое дешевое закидное. А что тебе надо было сначала поздороваться а потом уже знаешь свой род. Одно и то же. Одно и то же. Поэтому наде людям выплескивать негатив. Ну здравствуй не у меня же дел. Вот и я на них выплескиваю негатив. Как людям выплескивают? Не знаю. Своих родных. На мужей. А если они счастливы, то у них не должно быть негатива. Если у них есть работа, если у тебя есть работа, у тебя есть деньги. Если у тебя есть дом, если у тебя все в порядке, что тебе, у какого у тебя негатива? Вдумайся сама. Ну какой ты не один. Если ты счастливый человек, у тебя все есть. Раз разбила чашку. И шо? Ну это не повод. Пошла новую купила. Кто то тебе специально наступил на ногу и ну сапог уже не подлежит восстановлению. что на кого оторваться? На облист? Ну здрасте. Ну не выходить, людей же не обзывать. Как можно тогда на улице на людей кидаться. Ну вот. Ну вот. Вот. Поэтому уже кидаться на людей, так это уже не здоровая психика понимаешь? Уже все. домашнее. Поэтому мне такие друзья товарищи не нужны. Потому что штамм лишает, правильно? кто нужен, кто нет. Мне же не дом терпимости. Вот как-то так. Чтобы не умеете выжить в мире и согласен. Потому что мы злые одинокие бабки. не ничего вот